Добрый день, дорогие коллеги, добро пожаловать и большое спасибо за приглашение. Я очень рад в возможности обсудить сегодня с вами некоторые аспекты новой технологии ARIX X1 UltraLimps. Появление системы ARIX X1 UltraLimps, с моей точки зрения, несомненно, стало одним из ключевых событий последних двух лет. Особенность этой системы заключается в том, что с одной стороны появились новые эндоскопы, такие как EZ1500 и XZ1200 с дополнительным увеличением. Но также мы теперь можем работать с эндоскопами, которые раньше были доступны только в Японии, например, эндоцитроскоп и гастроскоп. Появились и новые функции. У ГРИП, про это я уже вам рассказывал, БАНЕК, ТЕКСАЙ, НБАЙ и ОРДИАН. А для исследования поточной кишки теперь может применяться новая система с искусственным интеллектом. Поэтому, в общем и целом, это новый уровень эндоскопии. Цель моей презентации продемонстрировать вам клинические преимущества этой системы в диагностических эндоскопических исследованиях верхних отделов ЖКТ. Я выбрал несколько примеров раннего плоскоклеточного рака. Что касается применения новых технологий, в частности для выявления раннего плоскоклеточного рака, поема у ГРИП и БАНЕК для выявления и классификации новообразований, также можно использовать режим узкоспектральной визуализации с увеличением нового эндоскопа XZ1200, который обеспечивает высочайшее качество эндоскопического изображения. Кроме того, визуализация с улучшением текстуры и цвета TXI значительно повышает качество хромоскопии. Начнем с эндоскопов. Это эндоскоп IZ1500, который сейчас работает в режиме БАНЕК, который обеспечивает равномерную подсветку всего пространства. А благодаря увеличенной глубине резко изображаемого пространства у ГРИП мы можем наблюдать четкое изображение и на переднем, и на заднем планах одновременно. А это эндоскоп XZ1200, который является лучшим аппаратом для диагностики. В основе этой технологии лежит микропроцессор КМОП, холиполитарная структура металлоксид-полупроводник. На ЛИПе наглядно видно, что даже в белом свете изображение гораздо ярче и четче. Возможно, это не так важно при работе в белом свете или жиреем TXI, но если вы используете узкоспектральную визуализацию, это становится очень актуальным. На видео покажено, что эндоскоп XZ1200 дает прекрасную четкость и яркость в режиме узкоспектральной визуализации. Это один и тот же пациент в одном и том же положении, но вот на этом изображении четко видна верхняя граница раннего ракового образования. То есть определить границы проще при помощи нового эндоскопа XZ1200. Особенность этого эндоскопа – это функция увеличения. Гастроскоп может увеличить изображение в 125 раз, а колоноскоп – в 135 раз. И в данном случае мы четко видим патологичные интерлепитериальные попиллярно-копиллярные пепли у пациента с ранним плоскоклеточным раком. Хромоскопия до сих пор играет очень важную роль в определении границ образования. С одной стороны, есть виртуальная хромоскопия, то есть режим узкоспектральной визуализации, но и классическая хромоскопия с любым все еще широко используется для точной оценки ранних плоскоклеточных раковых образований. В современных условиях мы можем сочетать классическую хромоскопию с виртуальной. Любой можно использовать в комбинации с узкоспектральной визуализацией, а если есть доступ к современным процессорам, то можно объединить любой с режимами NBI и TXI. На данном слайде показан весь спектр световых режимов, фильтров и их комбинации, необходимых для правильного определения границ ранних плоскоклеточных раковых образований. Верхний ряд, белый свет, режим TXI, то есть визуализация с улучшением текстуры и цвета, а вот здесь режим узкоспектральной визуализации, который до сих пор остается основным режимом для выявления ранних плоскоклеточных раковых образований в пищеводе. Нижний ряд, слева, хромоскопия с льгоем, классическая хромоскопия с подкраской розовым цветом. Дальше комбинация с узкоспектральной визуализацией, и как нам известно, при таких образованиях появляется всегда подкраска металлического цвета. А вот сочетание с режимом TXI позволяет лучше всего определить границы образования благодаря улучшению текстуры, цвета и яркости. Данные эндоскопические изображения были получены при помощи эндоскопа EZ1500. При использовании эндоскопа XZ1200 изображение получается еще ярче и контрастнее. Это действительно высочающее качество изображения псевдоподкраски металлического цвета у пациента с ранним плоскоклеточным раком. И еще раз сочетание левоголя и режима TXI. Сами видите, насколько четко прослеживаются границы образования. А теперь я хотел бы представить вашему вниманию клинический случай, который продемонстрирует важность использования новых технологий для точной оценки ранних плоскоклеточных раковых образований. Мужчина, 73 года, пациент поступил в нашу больницу. После того, как у него было случайно выявлено раннее плоскоклеточное образование в пищеводе на расстоянии 31-34 см от резцов, коллеги направили этого пациента к нам, чтобы мы оценили возможность эндоскопического удаления этого образования. Образование очень хорошо просматривается на изображении, выглядит немного уплотненным. При проведении первого дископического исследования мы использовали режим узкоспектральной визуализации, как показано на слайде. Очень четко прослеживаются границы образования при помощи эндоскопа EZ-1500. Окончательное решение о проведении резерции было принято после подкопки физраствором и явным приподнятии образования. Поэтому было решено провести эндоскопическую резерцию данного образования. Однако в рамках эндоскопического исследования мы, как и всегда, провели подкраску люголем. И вот теперь после подкраски люголем даже в белом свете видно, что вокруг образования некоторые участки люголем не прокрасились. И этот эффект становится еще более наглядным при комбинировании с режимом TXI. То есть, сразу понятно, что мы столкнулись не только с основным образованием, но и с патологичными участками вокруг образования. Выглядит так, как будто вокруг основного образования есть еще одно. Переключаемся в режим узкоспектральной визуализации. Честно говоря, при первом осмотре мы и сами не сразу увидели, что вокруг образования тоже что-то не так. Но мы забрали биоптат из участка вокруг образования. И, как неудивительно, оказалось, что это тяжелый цепозин. Поэтому этому пациенту была назначена повторная процедура, которую мы провели при помощи эндоскопа XZ1200. И этот пример – это наглядное доказательство того, что этот эндоскоп – это лучший диагностический аппарат. Если сравнить эндоскопические изображения, полученные при помощи эндоскопа XZ1200, то даже в режиме узкоспектральной визуализации становится ясно, что вокруг основного образования наблюдается дисплазия. А сейчас я продемонстрирую функцию увеличения этого эндоскопа. Сначала мы осмотрели центральный участок образования. Четко прослеживаются патологичные интеррегитериальные папиллярно-капиллярные петли B2. А вот теперь мы переходим к самой интересной части, к границам образования. Вот как раз граница уплотненного образования. Рак четко виден вот здесь. Но при помощи нового эндоскопа мы также видим, что вот здесь, по этой границе, не нарушены плоскоплечные эпители. А вот здесь сбоку участок более темного цвета и каталогичные интеррегитериальные папиллярно-капиллярные петли. То есть это островок тяжелой дисплазии. Такая же картина наблюдается и в дистальной части основного образования. Вот еще один участок с ненарушенным плоскоплечным эпителием. А вот этот участок, опять же, более темного цвета и с патологичными интеррегитериальными папиллярно-капиллярными петлями. То есть это еще один участок тяжелой дисплазии. В данном случае было принято решение не только провести резекцию данного участка, как было решено после первоначального осмотра в режиме узкоспектральной визуализации, но провести резекцию всего вот этого участка. В итоге резекция была проведена в объеме 80-90% окружности. И самое интересное заключается в том, что гистологическое исследование подтвердило наш диагноз. На слайде видна граница раковой опухоли вот здесь и здесь. Кроме того, видна граница ненарушенного плоскоклеточного эпителия и несколько островков тяжелой дисплазии, что соответствовало непрокрашенным уголям участкам, которые я показывал вам ранее. Мне кажется, это очень интересный пример того, как новые технологии помогают специалистам более точно оценить плоскоклеточные раковое образование и того, насколько сильно они повлияли на клинический исход у данного пациента. И в заключение. Система ARIS X1 обладает рядом новых диагностических и терапевтических функций. У меня не получилось показать вам по интернету монитор высокого разрешения 4К. Система обеспечивает более высокую яркость, четкость и цветовую контрастность. Для диагностической эндоскопии появились различные технологии улучшения изображения. И новая система охватывает все аспекты, включая выявление, классификацию и увеличение образования. Большое спасибо за внимание. Дорогой эстетер, большое спасибо. Вы сами для нас 4К. Мы вас благодарим за яркое представление. И движемся дальше. Слово президенту.